Уже не первый год в областной клинической больнице работает телемедицинский консультативный центр. Безусловно, это инструмент в руках врача, и он направлен на то, чтобы оказать как можно более эффективную и быструю медицинскую помощь пациентам. Но надо сказать, что областная клиническая больница, как учреждение ведущее во Владимирской области, назначена той медицинской организацией, которая взаимодействует с федеральными клиниками. И специалисты нашей больницы консультируют своих пациентов со специалистами 20 федеральных клиник по совершенно разным направлениям. Это, безусловно, кардиология, неврология, травматология, акушерство, гинекология. И для того, чтобы показать, насколько эта система работает, мы сегодня пригласили к нам врача-кардиолога Ольгу Викторовну, которая поделится с вами своим опытом работы в телемедицине. По выделению неотложной кардиологии нередко встречаются пациенты, нуждающиеся в хирургическом лечении у кардиохирурга федеральных клиник. В настоящее время у нас на лечении находится пациент 54-х лет, который в ноябре 2020 года перенёс инфаркт миокарда. Лечение в острой стадии инфаркта проходило по месту жительства. И в настоящее время в региональный сосудистый центр был направлен с целью проведения коронарной ангиографии и решения вопроса о целесообразности и необходимости хирургического лечения ишемической болезни сердца. При поступлении пациенту было проведено обследование в рамках соответствующего стандарта оказания медицинской помощи. И при ультразвуковом исследовании выявлено существенное снижение фракции выброса, то есть насосная функция сердца была крайне несостоятельная. Оперативно было принято решение проконсультировать пациента по телемедицинской консультативной системе с кардиохирургами Шумаковской клиники. Мы провели предписанные нам дополнительные обследования и в кратчайшие сроки было принято решение о переводе пациента с целью трансплантации в клинику имени Шумакова. Благодаря командной работе специалистов областной клинической больницы есть возможность в кратчайшие сроки поставить грамотный диагноз, оперативно связаться с соответствующим специалистом федеральной клиники и помочь пациенту в самые кратчайшие сроки.